Промышленная зона завода Азот. Все. Генеральный секретарь Столтенберг заявил, что все закончится за столом переговоров, но нужно как-то усилить позиции Украины. Весьма интересный случай. Один из бойцов ВСУ не просто сдался, а перешел на сторону российской армии с крупным арсеналом вооружения. В то же самое время отступление украинских войск по ряду направлений в Пентагоне назвали правильным, а некоторые, такие как Арестович и другие военные чиновники, говорят, что это однозначная победа, переход на более укрепленные позиции. Причем некоторые бойцы ВСУ вовсе не тяжелую технику вывозили, а что-то другое. И в это же время некоторые активисты обвиняют Арестовича, что он несколько информацию как-то преподносит не так. И Холютищенко в том, что он поставил жилеты не того качества на передовую. Ну а из геополитических новостей, конечно же, заявление китайского представителя о том, что Китай готов военным путем, в том числе восстановить статус-кво по Тайваню. Молдова возможно присоединиться к санкциям, но тогда Россия может существенно усложнить жизнь Молдове. А вот по Калининградской области Евросоюз подготовил документ, который разрешает перевозить товары по территории ЕС в Калининградскую область. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины не только 25 июня 18.00. Ну и новости, которые поступают опять же по северодонецкому направлению, по донецко-луганскому направлению. Ну и первое, что поступило вот-вот буквально, что промышленная зона азота, все. Ну и неудивительно, ведь украинские войска отходят, согласно опять же и одобрению Пентагона, и решению украинского руководства. Причем, конечно же, сообщается, что это перемога, ну действительно, сохранить людей. Но правда, не все выходят с тяжелым вооружением, а так скажем, просачиваются. А некоторые вывозят даже вовсе не тяжелое вооружение. Соответствующее видео можно посмотреть на моем телеграм-канале. Так же, как и видео о том, как вот нетипичный случай, пока что нетипичный случай. Один из бойцов ВСУ не просто сдается, а переходит на сторону Российской армии с крупным арсеналом вооружения. Ну а тем временем Пентагон одобряет отступление украинской армии, вернее, переход на новые позиции обороны. Ну а также Столтенберг заявляет, что все закончится за столом переговоров, но НАТО должно помочь, чтобы Украине были сильной позицией. Ну заявление Столтенберг, я думаю, вы прекрасно понимаете, что значит, какая ситуация на фронте, соответственно, меняются заявления европолитиков. Ну и продолжая геополитическую тему, конечно же, стоит упомянуть заявление китайского посла, французскому изданию о том, что, дескать, и военным путем, если понадобится, Тайвань будет, собственно говоря, приведен в статус-кво. И при этом прошли учения китайской народной армии, где отрабатывались как раз-таки навыки уничтожения береговых каких-то укреплений при высадке десанта. Ну а Молдова вдруг решила, возможно, присоединиться к санкциям. Ну и получила соответствующий ответ от Дмитрия Медведева, что Молдову ждет тогда не только отключения от энергетического дорогого газа, но и вообще отключения от многих других процессов. А вот по Калининградской области, скорее всего, что Евросоюз даст заднюю. Во всяком случае, уже передан документ, и литовские представители говорят, что, скорее всего, что он будет принят. И Калининградская область будет беспрепятственно относительно получать и отправлять, опять же, товары по территории ЕС. И не могу, друзья, пройти мимо между интересной информацией от одного из активистов украинских, что Коля Тищенко поставил бронежилеты на передовую. Ну и по утверждению активиста, что как-то вот подумали, с учетом того, как Коля умеет высказываться, да, может быть и бронежилеты такого же качества. Так и оказалось, как утверждают активисты, при проверке два бронежилета сразу можно пробить ножом. На этом, друзья, у меня все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.